Здравствуйте! В студии Город Плюс Алина Бажулина, заместитель управляющего банка. Алина, добрый день. Есть такое ощущение, что с каждым днем рынок ипотеки, не только в городе, не в стране, получают все больше популярности. Так ли это? Если так, то с чем связано? Да, безусловно, вы правы. Есть такая статистика, что каждая вторая квартира в новостройке приобретается в ипотеку. Действительно, данный продукт, он позволяет приобрести квартиру тем молодым семьям, молодым людям, у которых нет достаточной суммы, но есть стабильный заработок, есть перспективы и желание, соответственно, приобрести имущество. Как понять, ипотека тебе достойна, доступна или это все-таки кабала? Настолько лет еще там с советских времен учились, что ипотека — это бич капитализма, который заставляет брать ее и потом всю жизнь расплачиваться. Как побороться с этой предрассудок? Или это не предрассудок? Я думаю, что это не предрассудок, но на самом деле вы затронули очень актуальную тему. Действительно, ранее общество, оно было другое. Наши родители, они жили в другое время, и их учили больше накапливать, чем потреблять. И для взрослого старшего поколения, для них действительно это кабала. Лучше накопить и купить за свои деньги, чем брать в долг, платить еще дополнительные проценты. Но с другой стороны, ипотека — это, опять же, возможности. Возможности жить в своем жилье, при этом не платить, не снимать жилье. То есть ты понимаешь, за что ты платишь денежные средства. Сейчас молодежь очень спокойно относится, как вы назвали это, кабалом. Кабалой. Ну, я утрирую, естественно. Да. Наоборот, покупают квартиру, затем покупают вторую квартиру в ипотеку. Как-то происходит некое рефинансирование, улучшают условия либо самого кредита, либо улучшают жилищные условия. То есть жизнь течет, и люди очень спокойно относятся к такому виду. То есть, по факту, это продолжение некого сломого общества, которое началось еще сто лет назад. Ну, вот была община, да, люди накапливали внутри, потом сложные годы, 20-е, 30-е, 40-е, вот это парадигма из серии «я накоплю», а потом, может быть, или не может быть, потом там наше поколение, которое уже начало как-то тратить эти деньги. А сейчас, я так понимаю, что люди не думают о завтра. Ну, более молодое поколение, Z, так называемое. Да. Действительно, люди живут нынешним днем. То есть сегодня есть некие накопления для первоначального, допустим, взноса, и ты понимаешь, что ты хочешь приобрести квартиру. У тебя для этого, на самом деле, миллион возможностей. Очень много банков, у которых есть различные предложения в зависимости от категории заемщиков, даже от профессии, от твоего социального статуса, семейного положения. То есть здесь можно на огромное пространство для маневра. Если мы говорим про тех, кто уже взял ипотеку, в жизни бывают разные ситуации, возникает сложность с ее выплатой, потерял работу, возникли необходимые жизненные срочные траты. Есть ли какой-то алгоритм, правила поведения, которые минимизируют риски, вообще риски взаимодействия с ипотекой в этом случае? Да, безусловно. Жизненные ситуации бывают разные. И есть такое понятие, как реструктуризация. Реструктуризация кредита в данном случае это большая, скажем так, помощь, которая может быть оказана заемщику. Вообще, в целом, при возникновении даже каких-то сомнений, неуверенности в завтрашнем дне и понимании, что через какое-то время ты можешь потерять стабильный заработок либо работу, необходимо сразу думать о том, что у тебя есть определенные обязательства, обязательства перед банком, которые ты должен исполнять на регулярной основе. В этом случае необходимо сразу же идти в банк, обращаться. То есть не зависит от какого-то конкретного банка? Да, любая коммерческая организация, конечно. Конечно. Необходимо писать обращение с описанием конкретной жизненной ситуации и просьбой, соответственно, оказать там некое содействие. В каком виде может быть оказано это содействие банкам? В течение 30 дней, причем это установлены фиксированные сроки для всех кредитных организаций, банк обязан рассмотреть ваше обращение и предложить некий вариант решения. Это либо предоставление определенных ипотечных каникул, так называемых, когда сумма ежемесячного платежа ваша по ипотеке сокращается. То есть вы платите только проценты, но не платите сумму основного долга. То есть обслуживаете свой кредит, но не ласите его. Да. Безусловно, эти каникулы могут быть даны на какой-то ограниченный срок. По практике не более шести месяцев кредитные организации предоставляют данные каникулы. Необходимо учитывать, что если сложная жизненная ситуация возникла в первый год, гашение кредита, наверное, такая вещь, как ипотечные каникулы, вам не поможет, потому что по ипотеке предусмотрен в основном мануитетный платеж, когда платежи платятся в равной сумме ежемесячно, но внутри этого платежа заложено больше именно процентов, чем основного долга. То есть ипотечные каникулы тебе могут помочь, если у тебя далеко не первый год кредита. Да, все верно. Реструктуризация, если мы говорим конкретно о реструктуризации, то здесь возможны разные варианты. Для сокращения ежемесячного платежа мы можем просто увеличить срок ипотеки. То есть если вы ее взяли на 15 лет, вы можете разделить ее, растянуть ее на 20, и тогда и сумма уменьшится платежа. Но вы должны понимать, что по факту ты все равно переплатите его больше. Это нужно учитывать. Крайним, конечно же, вариантом может быть либо уже дача в аренду, да, своей имеющейся квартиры на какое-то время, и решение жилищных вопросов другим образом, когда там молодые семьи приезжают к родителям и так далее. Чем реструктуризация отличается от рефинансирования? Что это за понятия? Их часто путают, как я понимаю. Да, наверное, из-за созвучности многие граждане действительно не разделяют эти понятия. Реструктуризация — это все-таки изменение условий действующего кредита. Ну, то есть либо повышение процентной ставки, либо передвижение его на больший срок. Я так понимаю, вот в этом векторе идет разговор. Да, да. Также возможно изменение самого платежа. То есть составление графика не аннуитетного, а, допустим, когда основной долг начинает гаситься, там, не знаю, со второго года, к примеру, первый год выплатить. Это реструктуризация. Это реструктуризация. Это реструктуризация, да. Рефинансирование. Рефинансирование — это уже новый кредит, по сути, выдача нового кредита на более лучших условиях. Ну, то есть понизилась кредитная ставка, и ты можешь попробовать заняться рефинансированием. Да, ставки по кредитованию, ставки по депозитам, они всегда привязаны к ключевой ставке. Ключевая ставка у нас пересматривается центральным банком, пересматривается она на регулярной основе, и, безусловно, при ее колебаниях снижение ключевой ставки, снижается ставка по кредитованию, при увеличении пропорционально обычно увеличивается ставка кредитная. Сейчас мы, наверное, наблюдаем дно в части ключевой ставки. Она понизилась значительно, сейчас она стоит 7,75. То есть сейчас для кредита самое оптимальное время? В принципе, да. Да, действительно. Считают, что вот 2018 год, он был действительно интересным для тех, у кого есть некие возможности для приобретения недвижимости, то есть есть сумма на первоначальный взнос. В 2019 году тоже продолжилась эта тенденция, и количество ипотечных заявок, оно только растет, не уменьшается. То есть, несмотря на сложности на рынке стройки, количество ипотек растет? Количество ипотек растет, не снижается, по крайней мере. То есть, либо люди улучшают уже свои жилищные условия. Стало очень часто наблюдаться такая... Стало очень часто, стали мы часто наблюдать, что молодая семья взяла сначала в ипотеку, к примеру, однокомнатную квартиру. У них родился ребенок, они нашли другую квартиру и сделали, по сути, встречную сделку приобретения недвижимости, там увеличили сумму кредита, взяли новый кредит и платят там ипотеку. То есть, вот эти вторичные ипотеки, они тоже очень-очень часто встречаются. Люди улучшают свои жилищные условия. Ипотека — это очень хорошая возможность. Все-таки, как воспользоваться рефинансированием, кто это может сделать? Рефинансированием может воспользоваться добросовестный заемщик. Тот, кто действительно хорошо обслуживал свой кредит, не допускал просрочек, вовремя вносил платежи, имеет стабильный доход. Сейчас стали сталкиваться с тенденцией, когда банки отказывают заемщикам с, скажем так, черной заработной платой. То есть, заработная плата должна быть подтверждена 2НДФЛ. Это тебе дает плюс в части ставки, в части условий кредитования к тебе относятся более лояльно. Ну и, безусловно, круг проблем снижается. В заключении, ваш прогноз и ваши ощущения вообще на рынок ипотеки в Петербурге, ну хотя бы до конца 2019 года. Что с ним будет? Я на самом деле думаю, что стремительного роста не будет. Не будет по причине, прежде всего, все-таки снижения реального дохода населения. Несмотря на то, что мы обсудили в начале нашей беседы, что молодое поколение, оно космополитично. Неохотно тратит деньги. Все равно есть определенные опасения. Непонятно, что будет завтра. Поэтому люди стараются, наверное, осторожно вписываться в такие кредитные истории, когда берутся крупные суммы, даже на приобретение недвижимости. Все-таки наше нынешнее, к сожалению, экономическое положение в стране и санкции, о которых очень много говорится в прессе, но это все откладывает отпечаток. Плюс это ключевая ставка. То есть вы уже говорили о том, что она достаточно низка, что влияет на кредит. И есть надежда на то, что рынок как минимум не просядет. Он не просядет, да, но какого-то колоссального роста здесь наблюдать не приходится. Спасибо вам за разговор. Будем верить о том, что не только более молодое поколение, но и все-таки те, кто постарше, больше будут решаться тратить денег, а не копить на черный день. Ну и будем рады видеть вас вновь в студии. Да, спасибо вам огромное. Доброго дня. В студии Город Плюс была Алина Бажульна, заместитель управляющего банка.